что ж тяжело-то так здорово где наш playstation 5 эксклюзив работаем блин вторую дозу пургена пришлось принять кстати разработка подорожала да немалые деньги мы вам отвалили все получилось так блин бумагу забыл еще ладно листик листика еще рукой можно по рукам ну как бы у вас рука в контенте извините но будет в вашем сервисе вы его продавите с продажами если что обращайтесь произведем еще люди вроде покупают приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим про очень странную игру и даже не столько про эту самую игру сколько про флер который ее окружает про это странный аромат который на эти так вот попахивает вот этим всякими не слишком честными делами коррупционными схемами отмывом денег и вот и смотришь на эту компанию илфони которая разработала игру под названием arcade гидон и такой думаешь блин эти ребята явно что-то умеют нет они не умеют создавать игры они уже доказали эта компания которая долгие годы уже присутствует на огромном рынке она долгие годы пытается что-то сделать у нее ничего не получается но при этом она получает самые вкусные контракты от ведущих платформодержатели своим существованием компания илфоник опровергает принцип не можешь срать не мучай жопу потому что если так посмотреть то это место компании илфоник уже замучена в усмерть но она продолжается производить и производить один контент и один контент и еще игру еще игру еще иногда у них даже что-то получалось но очень редко да что такое компания илфоник и почему мы обратили на нее внимание 3 офиса до 3 офиса в сша то есть это успешная компания работают десятки людей каким-то образом она успешная каким образом вот давайте попытаемся найти ответ потому что с одной стороны они принимали участие в создании в провалившейся игры с асимметричным мультиплеером хорошая графика хороший замах но в итоге игра не пошла там были глубокие проблемы в гейм-дизайне они принимали участие в создании star citizen каким-то образом по контракту что-то делали да допустим хорошо нарисовали модельку кораблика допустим хорошо и они принимали участие в создании российской арморит варфе от mail.ru ха-ха да проект армата вероятно нарисовали танк там да каким-то образом еще не имеют отношения к третьему кризису то есть с одной стороны эта студия которая помогает с разработкой игр разной степени помогала помогну при имел это отношение к играм разной степени известности и успешности с другой стороны у этой студии есть свои проекты о которых вы не так что слышали да есть такая игра например nexus 2012 года выпуска короче нет си из что-то такое короче хренатень да которые имеют стиме отзывы где-то там 58 процентов не популярно не взлетевшие хорошо следующий проект который они создавали там в коллаборации с psyop games я не знаю кто это но очевидно что эти ребята куда-то там самые истребились после того как они выпустили этот хит dead alliance назывался почему я говорю самые истребились потому что если ты выпускаешь игру в стиме которая получает 38 процентов положительных отзывов всего отзывов чуть ли не десятки или по-моему около сотни до был вот такой проект отрезка от провала которого был очень оглушительный но его никто не услышал потому что это было никому нахрен в принципе не нужно да таких игр в стиме очень много у них еще есть проект пятница 13 это успех успех главный вот-вот-вот их заметили наконец-то studio фоник заметили наконец-то они что-то выпустили и привлекли внимание людей да и этот проект даже имеет в целом положительные отзывы в стиме и люди говорят что в семнадцатом девятнадцатом году да это была неплохая игра с асимметричным мультиплеером формата маньяк против подростков жертв и она даже неплохо себя чувствовал но в последнее время развития проекта по сути отправилась по известному месту и что называется игра умерла при этом что касается асимметричного мультиплеера формата маньяк против жертв есть игра dead by daylight у которой нету известного названия пятница 13 но тем не менее которая чрезвычайно успешно развивается уже не один год которая привлекает другие бренды включая silent hill кажется resident evil там тоже присутствует ну элементы из resident evil типа джилл валентайн и немезис недавно там же было так было такое дополнение то есть пожалуйста вот есть пример успешного развития игры и по сути вывод такого продукта во флагманы жанра и пятница 13 которая там вышла к развитию которой одно время были серьезные вопросы да 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 там были серьезнейшие проблемы технического плана баги качество было на уровне плинтуса как-то это разработчики чё-то вытянули но в итоге вот на игру забили но у них получилась неплохая игра в портфолио первое единственное более менее успешная хоть какой-то хайп им удалось собрать и на них обратили внимание на них обратила внимание компания sony я не знаю каким образом эти ребята пичили свою новую игру перед компанией sony но в итоге им удалось заполучить бренд predator хищник вот этот легендарный со шварцем твою мать predator hunting grounds был эксклюзивом playstation 4 игра и game 100 и да и естественно epic game 100 каким-то образом эти и сдавалась собственно компании sony каким-то образом эти ребята заполучили наивыгоднейший контракт каким-то образом они сумели выбить деньги на разработку этого это игры этой потрясающей естественно игры от которой бомбил у всех фанатов хищника потому что когда она вышла люди столкнулись опять же огромное количество технических проблем и огромные проблемы с балансом огромные проблемы с геймдизайном тебе было неинтересно играть в принципе особенно хищником странно блин да там были очень серьезные проблемы в плане механики в плане реализации вот этого мультиплеера хищник против спецназа хотя идея так была неплохая вселенная благодать вселенная это тянута но тем не менее идея фундамент хороший казалось бы вот твой шанс вот у тебя есть какая-никакая поддержка крупной компании пожалуйста работай но создатели из элфоник навалили кучу хищник пришел так сказать снял штаны если они у него есть нагадил и убежал вот как-то так и потом спецназовцы ходили я чую хищника это не хищник это овно по-моему они шварца продавали как длц то есть там еще была задница в плане монетизации через год после завершения эксклюзивного соглашения с эпик геймса хищник hunting grounds вышел в steam обосрался пиковый онлайн там нет сотня в две сколько там очень мало да там буквально исчислялся чуть ли не сотнями человек все игру никто не заметил то есть у студии один провал второй провал там как-то зацепились в случае с пятницей 13 потом провал с хищником они не просто существуют ну ладно то есть люди работают но они продолжают получать контракты да потому что их новая игра с которой мы недавно познакомились аркейд гиддон является опять же эксклюзивом sony частности playstation 5 то есть даже не playstation и playstation 5 эксклюзив и по привычке epic game 100 при том чем является эта игра эта игра является рог лайк ну то есть рогалик по типу ритуал извините прошу проще прошу прощения что приходится такое сравнение приводить но тем ни менее да то есть случайность генерированные уровне герой попадает бегает собирает там бонусы собирает оружие пытается получить лучшее оружие чтоб потом прийти навалять босса и пойти гриндить 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 эти самые уровни дальше кооперативная игра в которую можно играть в не сколько ровн это игра в который планируется добавлять мультиплеер это игра у которой уже есть вот такая дорожная карта это ранний доступ да посмотрите что мы планируем вот здесь новые шкурки вот здесь новые шкурки вот здесь новые шкурки и зимой вам тоже будут какие-то там новые шкурки я утрирую они говорили что будет какие-то кооперативные забавы pvp режим посмотрим я не знаю потому что arcade гид он на самом деле это чудовищная игра эта игра при первом запуске которой понятно говно просто вот так вот крупными буквами сразу жирным шрифтом говно и я не понимаю как вот это смогли продать заново компании sony и эпигейм 100 опять же потому что эта игра является эксклюзивом playstation 5 и эпигейм 100 то есть в этой игре когда мы ее стримили люди просили выключите музыку мы не можем уши вянут просто кровотечение из ушей ужасный саундтрек который не соответствует игровому процессу ужасный вырвиглазный стиль почему не соответствует игровому процессу один навоз второй навоз по моему отличное сочетание там не знаю коровьего помета и свиного прекрасно ужасный визуальный стиль в стиле таких вот я не знаю неоновые подсветки где только можно и где нельзя то есть ты смотришь такой только думаешь блин а хотя я понимаю почему это эксклюзив playstation 5 потому что playstation 5 в этом году получила ровно такой же высер назывался destruction all stars и эта игра 100 процентов соответствует по визуальному стилю destruction all stars тоже какие-то недоучки получили контракт от sony сделали для них эксклюзив sony сказала а чё нормально выпускаем и сейчас вот то же самое продолжается почему эта игра эксклюзив playstation 5 потому что в ней есть две прикольные особенности которые делают любую игру эксклюзивом playstation 5 по умолчанию трассировка лучей чем блин да там есть трассировка вот в этой вот игре есть трассировка лучей утритесь ребята из фойе games утритесь пацаны которые работали над вот этой новой версии metro exodus там трассировка полностью освещение только на ней держится утритесь вот вышла игра от практически независимых разработчиков которые вот так в каждой луже которых там 34 на всю игру можно увидеть честные отмутные отражения честный хорошо то есть есть трассировка можно это написать в пресс-релизе это рок-лайк сони такая отлично отлично если мы слышали это хайпово даем деньги сразу всем кто приходит нам с такими предложениями и что самое важное в ней используются возможности dual sense то есть каждое оружие если нажимать на вот эти вот адаптивные курки которые мне не нравятся каждое оружие по разному вот оно нажимается и это все и этого достаточно то есть ты приходишь по сути сейчас получается так компании сони говоришь он в нашей игре будет трассировка лучей в нашей да она очень популярного жанра рок-лайк ну вы знаете это типа хэйдис да то есть очень популярно в прошлом году это там лучшая игра года было да и в ней вот мы адаптивные курки нам очень нравится мы обязательно это встроим с компанией сони говорит ну хорошо ребята мы вас будем качать на руках и упоминать в каждом нашем стоит of play ну вот это вот небольшом ролике они упоминали стоит а конечно это есть на сайте еще playstation вот они рекламные ролики вот этого вот продвижения то есть смотрите в чем дело я когда с этой игрой только 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 познакомился вот я ее запустил я увидел а в ней есть типа сюжет бездарно отвратительно поданы в ней есть графика но это очевидно игры без графики не может быть но при этом есть очень странный визуальный стиль от которого тебе сразу буквально начинает воротить ты такой я не знаю для кого это сделано кто может к этому относиться снисходительно даже люди которые играют фортнайта уже привыкли к самым диким костюмчиком наверняка таки смотрят на это не не но это уже слишком извините кстати насчет визуального стиля там у нас в рамках стрима люди говорили чё за фортнайт не надо оскорблять фортнайт есть принципиальная разница между ярким визуальным стилем и вырвиглазно блевотно радужным визуальным стилем случае с аркейд гидон мы имеем вторую ситуацию это когда я не знаю когда какой-нибудь эффективный менеджер в костюме говорит так детям нравится что-то яркое нужно больше цветов больше больше я хочу видеть взрыв вот этих цветов я хочу чтобы это все фонтанировала вот так как это будет смотреться сильно не стильно да вы что леди детям нравится детям нравится когда с экрана на них блюют единорожки они берут эти обмазываются и обмазываются у меня ролики есть такие ой куда вы меня тащите то есть вот что-то такое происходит потому что глядя на стиль он отвратительный вот как и в случае с destruction on star он вызывающий вот именно вот пытается когда тебе в лицо бить красками при этом краски подобраны безвкусно стилистика вот именно да вот в плохом смысле слова то есть с экрана на тебя льется вот этот поток тебе просто неприятно смотреть если вы посмотрите на фортнайт да он такой ярко вызывающий но там видно грамотно подобранные цвета и оттенки грамотно настроенные детализация чтобы ты обращал внимание на мелкие какие-то детали особенно это касается костюмчик то есть там видно что все люди работали здесь видно что пробежала какое-то существо и нас рала радугой просто от души закинулась пургеном просто по полной поднатужилась и это все на тебя это рогалик или руглаек действие которого разворачивается в случайно сгенерированных мирах каждый из которых уникален но одинаково вот именно что токсично блевотно то есть вот такие вот очень яркие неоновые краски используются везде это природа это какое-то виртуальное пространство это еще там что-нибудь я честно говоря не знаю вот сеттинги как их можно обзывать потому что каждый из них примерно одинаково везде яркие 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 какие-то всполохи и одинаковые 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 враги это первый на моей памяти рогали где на тебя бесконечно постоянно сыпятся враги пока ты не выполнишь какое-нибудь тупорылое задание в стиле вот у тебя тут беседка вот сиди в беседке несколько секунд отстреливай противников до сдерживай волны там называется правда сидишь в этой беседке волн нету то есть вот как нам челлендж до сидишь такой отстреливать его никто не бежит потом выходишь да все таймер закончился бежишь к следующей точке которую нужно удерживать о противники вот они где они там где-то застряли забыли к тебе прибежать хорошо там следующие о теперь вот это вот место которое нужно удерживать она куда-то там ползет о следующий челлендж появляются какие-то летающие мишени их нужно сбить и те постоянно мешают снова и снова снова и снова снова и снова одни и те же противник. Ты такой, ну как такое можно было сгенерить? А, появляются новые типы. Такие же противники, как до этого, только другого цвета. Или еще какой-нибудь там со щитом теперь. Ничего себе. Смог. Берешь какое-то оружие. Одно, второе, третье. Какие-то унылые бруски в руках, которые не воспринимаются как в принципе оружие. Некоторое оружие, по-моему, вообще как-то криво работает. Да. И самое неприятное. Зачем ты все это делаешь? Ну, то есть смысл. То есть пробежаться от начала до конца. Сколько длится забег? Вот главный вопрос, который, вот сколько в Рогалике должен длиться забег? Стандартный. Ну, некоторые люди скажут, ну вот час. Хорошо. Вот час это максимум. Час от начала до конца супер классного приключения. Пробежка по биомам. Быстрые боссы. Быстрая генерация своего собственного уникального героя. Его прокачка имеется ввиду. Прокачка оружия. Для того, чтобы в финале выйти к боссу, надавать ему тумаков и начать новый забег. Потому что он тоже должен быть уникальным. Концепция Роглайк. Постоянно уникальные приключения. Тебе генерирует игра. Здесь у нас просто генерируют уровни, на которых высыпают одинаковых врагов. Сложность минимальная. Тебя могут убить только, если тебя зажмут где-то внезапно. Враги телепортируются в том числе за спиной. Поэтому, если за спиной телепортируется пара парней с дробовиками, тебе конец. Да? И все. И я играл час. Вот на стриме. Вот я играю, играю, час. Вот бегу по этим мирам. Бегу, бегу. Один, второй, третий. Сложности нет. Интереса нет. Внезапно появляется возможность победить какого-нибудь тупорылого и неудачного босса. И все. То есть, для того, чтобы закончить забег, я принудительно умер. Просто убейте меня. Или просто можно закончить этот самый забег, получить набор бонусов, которые тебе там выдают всякие персонажики, ну, за челленджи, которые ты выполняешь. Там, да, подстрели здесь, там, собери здесь что-то, там, еще там, накопи. Да, да, да. И ты выполняешь челлендж, тебе выдают новую косметическую какую-нибудь шмотку для того, чтобы разнообразить внешний вид своего героя. И все косметические шмотки абсолютно бездарные, безвкусные, отвратительные. Там же лица есть, типа, легендарные. Да, да, да. Лица, вот это, ну, вот эти лица. Лица, блин. Да, то есть игра не работает. Здесь что стоит отметить? Несмотря на то, что перед нами просто ранний доступ, уже очевидно, что проект не работает на всех уровнях. В принципе. Что ты вот просто запускаешь, такой, нет, 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 нет. То есть сразу видно. Это не какой-то там секрет, который раскрывается где-то там на поздних этапах. Сразу видно. Достаточно просто загрузить первый уровень, и все будет понятно. Но каким-то образом эти ребята, и у меня вот главный вопрос, который возникает тем людям, которые отвечают за наполнение корзины PlayStation 5, в данном случае, или Epic Game 100, как вам, в принципе, продают игры? Ну, вот как происходит процесс? Как вам доказывают свою необходимость и значимость? Ладно, если в случае EGS там очевидно, что сидят люди отмороженные, которые одобряют все, что угодно. Wea Wolf the Apocalypse? Да, да, да. Конечно, давай. Не, ну что, мир тьмы, издатель есть, студия уважаемая. Magic Legends к вам? Давайте, давайте будем делать, конечно. Конечно, говно не делает. Слушай, судя по тому, что Sony инвестирует в Epic Games, у них очень тесные контакты в плане игр. Если мы, кстати, посмотрим на консольные эксклюзивы от Sony, даже хорошие, ну, хорошие, которые перспективно выглядят, типа Sifu, типа Kena Bridge of Spirits, это эксклюзивы Epic Games Store и PlayStation. То есть они тесно сотрудничают. Но если в случае Sifu и Kena Bridge of Spirits ты хотя бы понимаешь, почему эти проекты стали эксклюзивами, когда мне показывают трейлеры этих игр, ну, вот если, допустим, я поставлю себя на место людей, отвечающих за наполнение корзины консольными эксклюзивами PlayStation и эксклюзивами Epic Games Store. Я вижу Kena Bridge of Spirits, я вижу Sifu. Я какой-никакой потанцевал в этих проектах найти могу. То есть эти проекты можно показать в рамках какого-нибудь State of Play и стыдно за них не будет, как такое вот наполнение. Хорошо, но контроль качества. Тим Свинни нам, по-моему, одно время рассказывал о контроле качества в Epic Games Store, о том, как там откровенных игр не будет, о том, как надо вот, что Steam, детскость, помойка. Мы очень много слышали истории про оздоровление индустрии. И каждый раз, когда они выпускают вот подобный эксклюзив в рамках Epic Games Store, вот мы, два товарища, такие, оборачиваемся к Тиму Свинни и говорим, ну, что, оздоровил индустрию. То есть, по сути, получается, дают деньги всяким бездарям, которые удачно пропичат свою идею. Они им дают деньги. Эти ребята говорят огромное спасибо. Что значит компания Epic Games дает деньги? Зачастую это миллионы долларов, которые покрывают полностью бюджет на разработку этого продукта. Да. Или просто это компенсация потерь, если эта игра не выйдет в Стиме? Это деньги на безвозвратной основе. Сотрудники УЯЧичной, фонда кино, просто умываются слезами умиления, глядя на это. Российские киноделы на это смотрят, говорят, Epic Games, может, вы пойдете в кинобизнес, а? А то там у нас в последнее время деньги фонд кино начинает обратно требовать, потому что выдает в том числе на возвратной основе, а мы все равно какое-то говно делаем. И я неоднократно говорил, что я не против, когда компания Epic Games, ну или Sony, выдает деньги талантливым или потенциально талантливым инди-разработчикам, которые живут в очень непростых условиях, которые там зачастую хрен без соли едят. Но я понимаю, когда вот, например, TomHub, создатель Axiom Verge 1 сейчас делает вторую часть, вот выходит и говорит, благодаря поддержке Epic Games я меньше беспокоюсь за успех своего проекта, я проще смотрю на некоторые вещи, окей, хорошо. Когда там какие-то другие игры, та же вот упомянутая Sifu или Kena Bridge of Spirits, потенциально неплохо. До релиза World of Soulstorm я в целом позитивно смотрел на идею дать этим разработчикам денег. Ну, то есть хотя бы ты видишь какие-то перспективы, перспективы в играх ты видишь, что ну да, там понятно, что разработчики World of Soulstorm обосрались по полной. Ну, до релиза ты хотя бы, ну, так смотрел. Ну, окей, хорошо. Небольшая студия получила поддержку. Но когда ты смотришь на вот этот Arcade Giddon, что такого они показали, чтобы заслужить финансовую поддержку. Тем более, это компания, у которой не слишком хорошее портфолио, не слишком хорошая история, мягко говоря, которые обосрались с пятницы 13-е, Predator Hunting Grounds, и тем не менее, они снова идут к своим старым партнерам и говорят, давайте, давайте денюжки, мы вам сделаем новый хит. Нет. Почему другие разработчики, инди-разработчики, жалуются на компанию Sony, например, говорят, с вами невозможно работать, мы не знаем, к кому обращаться, где ваши менеджеры, почему мы вынуждены платить для того, чтобы продвигать свои игры в вашем сервисе и такие сумасшедшие деньги, да, проблемы с обратной связью. То есть, с одной стороны, огромное количество инди-разработчиков, среди которых, несомненно, есть талантливые ребята, не могут достучаться до компании Sony, и с другой стороны, вот эти вот ребята такие выходят и говорят, о, мы сделаем для вас эксклюзив, давайте, компания Sony говорит, давай. А их еще, блин, на State of Play продвигают, замечательно, то есть, они еще попадают в пул, так сказать, избранных инди. То есть, да, на что инди-разработчики вот недавно обращали внимание, они вынуждены вкидывать деньги в продвижение своих игр на PlayStation, но невменяемой статистике, невменяемой обратной связи они не получают. Зато, да, вот такие вот замечательные ребята из Elphonic могут зарабатывать деньги на эксклюзивных соглашениях с Sony, с Epic Games. Зато в PlayStation Store могут появляться игры типа «Жизнь черного тигра». Отличный подход. Я считаю, продолжаю считать, что в Steam действительно выходит очень и очень много шлака. Я по-прежнему считаю, что компания Valve по-хорошему имеет возможность, чтобы организовать какой-нибудь небольшой отдел базового контроля качества, который бы отсеивал самый откровеннейший мусор. Но компания Sony Epic Games, которая позиционирует свои PlayStation Store и Epic Games Store как сервисы с суккурированием вот продуктов, с ручным отбором, какими руками, это не руками. Либо эти руки глубоко растут в известном месте, либо эти проекты отбираются не руками. И здесь на месте руководства Sony стоило бы присмотреться к людям, которые заключают подобные контракты. Я не понимаю, просто не понимаю, как такое произошло, почему эти ребята снова получили зеленый свет, и почему, когда продукт вышел на PlayStation 5, уже, да, в раннем доступе, но уже обосравшись, почему его продолжают продвигать? Да, на этот раз это самый сдат, но очевидно, что компания Sony занесла. Занесла, чтобы это был PlayStation 5 эксклюзив, и игру не увидели пользователи PlayStation 4. Как им повезло в данном случае. Твою-то мать. И самое печальное, что про эту игру-то вы наверняка узнали от нас. Потому что никто про нее не говорит. А все почему? А потому что эта игра продается в сервисах, которые вам ее просто продают, но не дают возможности высказаться о качестве этой игры. И мы снова возвращаемся к концепции, почему некоторые инди-разработчики охотно продаются в Epic Games и на PlayStation. Потому что нет обратной связи. Просто покупают. Да. То есть, с одной стороны, они получают поддержку вот этих вот платформодержателей, в том числе рекламную поддержку. Они получают от них деньги. Великолепное решение, конечно же. И в то же время, они, то есть, если пользователь какой-то их купит продукт, увидит, что это такое, как, например, вот это Arcade Giddon, то он не сможет никуда пойти и поставить оценку. Или даже если он пойдет ставить оценку, то, блин, кто его услышит? Потому что, если человек заходит на страницу этой игры в Epic Games 100 или в PlayStation 100, ничего нет. Нормально. Просто небольшая рекламная вставочка, мини-обзор практически из верхнего интернета. Чем игра является? Очень объективный обзор, конечно же. Объективная информация, графика, геймплей, кооператив, игра-сервис, постоянное развитие. Смотрите, у нас все это есть. Роглайк, практически ретионал, блин. Только с трассировкой. В ретионал не было трассировки. А здесь есть трассировка. Новое поколение. Рейсинг особенностей дуал-сенсор. А сейчас пользователи PlayStation 5, они, конечно, хотят видеть никс-ген игры. Поэтому они, очевидно, идут, покупают, смотрят, их тошнит. Но предупредить остальных они не могут. Это идеальная ситуация для таких вот мошенников. И да, студию Elphonic я буду называть мошенниками. Я просто не понимаю, почему платформодержатели так за них вцепились. И я жду следующую игру от компании Elphonic. Есть некоторые игровые компании, на которые мы обращаем пристальное внимание в последующем. И, казалось бы, что в них такого? Вот. Есть подобные интересные закономерности, которые очень интересно отслеживать. Для того, чтобы понимать, что вообще происходит в игровой индустрии. И компания Sony, например, нам не так давно, когда прекрасно на E3 2021 выступила Microsoft, показала кучу игр, в том числе эксклюзивных. Вот там, смотрите, что у нас выйдет на конец года, вот что у нас выйдет в следующем году. А компания Sony, а что у вас? Ну, а мы уже, в общем-то, поколение не верим, поэтому наши игры выходят и на PlayStation 4, и на PlayStation 5. Но, 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 потом появляется там представитель Sony и говорит, что вообще-то на PlayStation 5 25 эксклюзивов планируется к запуску. Это один из них был. Там вроде от внутренних стоят. Это был один из них. Да, это был один из них. Тут еще стоит отметить тот факт, что PlayStation Store и Epic Game Store отрыжки типа Arcade Гердон продаются за деньги. Да, за сравнительно небольшие, около 500 рублей в Epic Game Store и чуть больше 1400 рублей в PlayStation Store, но продаются. Да, то, что в Xbox Game Pass выходит D&D Dark Alliance не делает Xbox Game Pass более ценным. Но в рамках подписки, ты когда оформляешь подписку ради хороших игр или ради игр, которые тебе в этом Xbox Game Pass интересны, и тебе говорят, слушай, там Dark Alliance появилось. Ты скачиваешь, играешь 20 минут, удаляешь, выключаешь, говоришь, не, идите вы нахрен. А в случае с Arcade Гердон ты покупаешь. Ну, если каким-то образом разработчикам, пиарщикам удается тебя развести на покупку этого высера. Вот как-то так. Да. В качестве заключения, в случае с Arcade Гердон все понятно, не покупать, не отслеживать, мертва по прибытии. Интересно другое, будет ли реакция от компании Sony, будет ли она дальше вот так вот подкармливать конкретно эту студию, или какие-то другие подобные студии, неудачников много, получат ли зеленый свет разработчики Destruction All Stars на свой следующий проект, который будет эксклюзивом PlayStation 5, или их пошлют нафиг. Если же все будет по-прежнему, тогда можно будет реально задуматься, а может быть есть какие-то понебратские отношения, а может быть всякие эксклюзивные соглашения заключаются не просто так, а на условиях отката, я не знаю как. То есть, а давайте мы сделаем, а потом вам немножечко вернем, потому что я не понимаю, любой человек, который имеет хоть какое-то минимальное отношение к игровой индустрии, он сразу уходит и говорит, ну нет, ну говно. Ну, а тем не менее, эти игры как-то получают одобрение. А вот, пожалуйста, да. Да, поэтому, есть ли какие-то специальные схемы, есть ли какие-то понебратские отношения, конкретно руководство Sony с конкретными руководителями отдельных студий, вот это было бы интересно узнать. Шрейер, новый материал. Да, да, да. Шрейер, ну это сия журналисты игровой индустрии, которая работает в Bloomberg и распутывает дела. Шрейер, обрати внимание, потому что вот эти вот уважаемые рукожопы в игровой индустрии очень интересно устроились. Хотелось бы знать подробности. Да. На этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам выпуск данный понравился, поддержите его лайком обязательно. Алгоритмы Ютуба это очень любят по какой-то причине. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, принимайте горячее участие в обсуждениях. Ну и помимо прочего, если вам нравится то, что мы делаем, во-первых, можете пройти в магазин мерча, купить кружечку с нашим логотипчиком, это нам очень помогает. Ну а помимо прочего, если вы хотите в целом поддержать этот проект, и в том числе наш сайт, у нас есть сайт АИСБТИГЕЙМС, где мы публикуем огромное количество новостей и статей про игровую индустрию, только про нее, то добро пожаловать к нам на Патреон или ВКонтакт. Мы за поддержку говорим огромнейшее спасибо, и дальше продолжаем бороться за настоящую игровую журналистику, которой, к сожалению, нет у нас, по крайней мере, так точно. Слушай, нам не раз уже советовали, а чего вы игру не сделаете? Давай сделаем, в ЕГЭС продадим и на PS5. Нас Галенкин в лесо знает, он не пропустит. Какая разница? Да не все берут, что немного хайповые. Вот игра от популярных блогеров, отлично. Ну Мэдисона там нету. Мэдисон это до сих пор. Колу в ЛДПР до сих пор еще в ЕГЭС не пустили. Колу в ЛДПР-то в Стиме? Ага, не продался. Конечно, у нас будет там это, Call of AXBT, все, эксклюзив ИГЭС. Да-да-да, я представляю просто, как это Галенкин, Серега Галенкин, который руководит, собственно, издательским направлением в Epic Games 100, такой сразу Мэдисон, давай у нас, давай. Нет, я только для людей, только в Стим, только так. Да мою мать, минус хит. Вы хотели, хайпадуете, не получилось. Не хайпанули, а вот сразу в ИМИ, в ЕГЭС, все нормально. Слушай, ну я боюсь, что наши игры, вот даже если я сяду, 15 минут что-нибудь покручу в этом Unreal Tournament, что-нибудь там персонажик научится прыгать и бегать, это уже планочка, которую мы успешно перепрыгнем, потому что контроля качества в ЕГЭС нету. Туда пускают всех, открытые двери. Просто жопку продал, все. Нет, не всех пускают, всех, у кого есть немного имени, немного хайпа, у нас имя есть, хайп есть, все. Серега, Серега. А игру сделаем, а игру сделаем. Игра будет, конечно. Игра будет, да. Мэдисон обзавидуется. В жанре рок-лайк, на Unreal Engine. Не месть боксера, месть АХБТ. Все, начинаем. Поехали.